Кириллин Владимир Михайлович, заведующий кафедрой филологии Московской Духовной Академии, доктор филологических наук, профессор. К 1620 году Келлэй Троицергиево монастыря, уже упоминавшийся, архимандрит Авраамий Палецин закончил свой большой литературный труд – историю в память предыдущим родом. Труд был посвящен событиям 1584-1618 годов, пережитым русским обществом в период от времени восшествия на царский престол Федора Иоанновича до заключения русско-польского перемирия в селе Диулино, недалеко от Троицкой обители. Будучи одним из интереснейших обзоров «Смутной эпохи», это произведение закономерно обрело популярность среди русских книжников и, соответственно, сохранилось в большом количестве списков – порядка 220 и даже больше – и нескольких вариантах. Значительное место в этом произведении, а именно главы от 5 до 57, занимает повествование об осаде Троицы Сергиево монастыря, объединенной армией Лжедимитрия II или Тушинского вора, продолжавшейся 16 месяцев с 23 сентября по старому стилю 1608 года до 22 января 1610 года. Вот название этого произведения, длинное сказание «Что, садеющейся в дому пресвятые живоначальные Троицы, и как о заступлении пресвятые Богородицы, и за молитв великих чудотворцев Сергия и Никона, избавлена бысть обитель сия от польских и литовских людей и русских изменников». Вернее, все же считать означенные произведения повествованием не об осаде, а именно об обороне монастыря, сравнительно небольшим числом защитников – стрельцов, монахов, крестьян. Обороне от атак многотысячного войску во главе с гетменом Яном Сапегой. Действительно, опираясь на письменные и устные свидетельства, а также отчасти на собственные впечатления, Авраамий Палецин сообщает о разных эпизодах борьбы за монастырь. Но свои рассказы он объединяет в целое не на основе единства сюжета и действующих персонажей, а на основе единства темы и идейной задачи. Задачи – известите о заступничестве за обитель Пресвятой Богородицы, согласно обещанию некогда данному ею преподобному Сергию, а также о помощи Божией, неспосылаемой монастырю, во множестве чудотворений по молитвам преподобных Сергия и Никона, а также через них лично. И действительно, в период смуты восприятие народом духовного значения Троицкого монастыря особенно обострилось. Борьба у его ограды рассматривалась как реальное и метафизическое столкновение добра и зла. Падение обители было бы воспринято русскими людьми как исход благодати из русской земли. Это значило бы, что и Богоматерь прекратила свое попечение о монастыре, и молитвы о нем преподобного Сергия не были услышаны, и сам Господь, соответственно, остался безучастен к бедам России. Так что религиозный смысл обороны обители в сознании современников должен был совпадать с их национальными и патриотическими интересами. Продемонстрировать это тождество как раз и стремился Авраамий Палецин в своем сочинении. Подтверждением того, что Господь по-прежнему заботится о монастыре и всей России, являются в сказании рассказы о чудесах, чудесах божественного вмешательства в ход борьбы за обитель. В этих рассказах автор стремился в деталях показать своим читателям, как небесная помощь не спасывалась защитникам обители в самых трудных для них обстоятельствах. Явление таковое открывалось в видениях, причем видений удостоивались и защитники монастыря, и осаждавшие. Защитникам в видениях подавалась поддержка, осаждавшим – устрашение. Видение в данном случае – термин условный, поскольку в соответствующих эпизодах главное внимание рассказчика обращено не к визионеру и его состоянию, а к личности, таинственно приставшей перед ним, явившейся ему во сне или наяву. Так что вернее было бы пользоваться здесь термином «явление». В качестве главного действующего лица в подобных визионерских эпизодах сказаний о Троицкой осаде обычно выступает преподобный Сергий Радонежский. Реже его ученик – преподобный Никон, святитель Серпион Новгородский и некоторые другие подвижники русской церкви. В пределах текста произведения – от введения, в котором Авраамий сообщает о своих литературных задачах, до заключения в виде благодарственного слова о всех чудотворениях, не буду называть эти главы. Так вот, в пределах текста сказания великий основатель обители, как таинственный соучастник боевых действий, появляется 12 раз. Трижды – Пономарю и Ринарху, дважды – Архимандриту и Асафу, дважды – в монастыре – братье и оборонному гарнизону, а также по одному разу войску казаков-изменников, казачьим начальникам, гетману Сапеги с польско-литовскими начальниками, двум галецким казакам из стана-изменников и, наконец, больному насельнику монастыря. При этом образ святого очерчивается в произведении несколькими способами. Если не принимать здесь во внимание единственного случая, скупой констатации самого факта явления, без каких-либо деталей и атрибуций, и тая же ночи во сне явися, преподобный чудотворец Сергий, атаманам и многим казакам. Самый распространенный, традиционный и тривиальный прием – это использование эпитетов, обычно устойчивых и потому лишенных яркой, смысловой или эмоциональной силы. Великого чудотворца Сергия, святаго и блаженного отца нашего Сергия, преподобный чудотворец Сергий, преподобного отца нашего Сергия, святой чудотворец Сергий, ну и так далее. Собственно, это даже и не прием, поскольку употребление подобных эпитетов не мотивировано стремлением автора выявить в личности великого подвижника какие-то отличительные, характеристические черты. Это просто дань литературному этикету, никак не связанной с идейно-художественной спецификой литературного творчества. К этим простым определениям иногда примыкают содержательно более сложные, развернутые определения, в которых уже кроется указание на отдельные духовные свойства личности преподобного. Благаго же и неизменного владыки благий верный раб неотступно о душах промышляя давшихся ему. Или утешая и в скорбях великий чудотворец Сергий. Вкупе с этикетными эпитетами Авраамия применяет способ словесной характеристики внешности или действий преподобного Сергия. И видя, панамарь и ренарх, святаго, ходящий по граду и по службам, кропящий святую водою монастырские строения. Видит архимандрит и осав Сергия, стоящий против чудотворного образа святые живоначальные троицы, и руцы своей горе воздевши, и молящийся со слезами святой троицы. Видишь ибо, Иван Рязанец, около града по поясу ходящих дву старцев, брады седы, святозарным образом, якобытием по образу и по подобию великим чудотворцам Сергию и Никону. Един же, то есть Сергий, вруцы имееша кадильницу злату, а над кадильницею животворящий крест и кадящий обитель свою, и огражаше честным и животворящим крестом стены града. От лица же его неизреченный свет сияше, яка огнь поля. Видишь и старца монастыря святаго Сергия и чудотворца, ходящий по монастырю и будящий братью. Зрят двое галецких казаков, чудотворца, на посох поникши лицем. Зрят защитники монастыря, противу себе бор зашествующая, и же на вратех от церкви святаго чудотворца Сергия, старца святолепна и сединами совершенна. Все эти описания создают образ таинственно и неусыпно пребывающего в монастыре его небесного покровителя, своим участливым сопереживанием и молитвенным деланием, ограждающего обитель и побуждающего братью настояние против врага. В них, то есть описаниях, ощущается духовная эмоция, сопряженная с твердым упованием на действенное заступничество со стороны святого основателя обители. Это, если угодно, иконологические знаки, адресованные прямо читателю сказания. Однако наиболее функциональными и изобразительными в плане формирования в сознании читателя представления о личности преподобного Сергия, как мистического участника битвы за монастырь, являются его речи, с которыми он, по воле Авраамия Палеца, обращается к визионерам в большинстве соответствующих эпизодов. Святой, например, то предупреждает и вселяет надежду. «Скажи, братья, воеводам и ратным людям, сей к пивному двору приступ будет зело тяжек, они же бы не ослабевали, но с надеждою дерзали». Первое обращение к Пономарю Иринарху. Сергий то побуждает к молитве, поучает и опять-таки обнадеживает. «Братья, восстание, все время пению и молитве час. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Господь Всесильный многих своих ради щедрот помиловал вас и прочее время подаст вам, да в покаянии поживете». Первое обращение к Архимандриту Иосафу. Сергий клеймит, вопрошает, вопрошает с упреком и говорит о тщете завоевательских усилий. «О, злодеи, законопреступницы! Почтости, костися, разорите дом Пресвятые Троицы, и в ней Божие Церкви оскверните, и иночествующих, и всех православных христиан погубите. Не даст вам жезла на жребий свой Господь». Речь к казачьим изменническим войскам. Сергий жестоко устрашает и угрожает. «Мольбу на вас, злодеев, сотворю Вышнему Царю, и вовеки осуждены будете, мучитесь в геонских муках». Речь Гетману Сапеге и польско-литовским начальникам. Сергий побуждает, ободряет, советует. «Восстание, не скорби, но в радости молитву приноси. Предстоит бы и молиться Богу о обители и о вас, святая Пречистая Богородица и Преснодевая Марии, с ангельскими лики и со всеми святыми». Второе обращение к Архимандриту Иосафу. Сергий успокаивает и воодушевляет. «Что трепещете? Аще никто же от вас не останется, ни имать предати Бог святаго место сего, и не будет услышанного в разех, яка пленихом обитель Пресвятые Троицы. Мужайтеся, не ужасайтеся, арцети же друг другу вси, яка нечисто живущие во святем месте всем погибнут. Не нечистыми Господь спасет место сие, но имени своего ради без оружия избавит». Речь к обороняющим монастыре. Сергий заверяет и ободряет. «Арцы, братья и всем стражущим в осаде, почто унывают и ропщут на держащих скипетр. Аз неотступно молю Христа Бога моего, а о людях не скорбите, людей к вам царь Василий пришлет». Вторая речь к Пономарю Перинарху. Сергий утешает, помогает, наставляет. «Рцы, братья и всем радным людям, почто скорбят, что вести послать и к Москве нельзя. Аз послах от себе к Москве в дом Пречистой Богородицы и к московским чудотворцам всем молебное торжество совершите. Трех учеников своих, Михея да Варфоломея да Наума, в третьем часу ночи. И воры, и Литва, видяши их, и почто слуга не возвестил, ежеслыш от врагов, что видяши их. К монастырю Боб пришедши о том сказаше сами. Вы же, шедши из града, глаголите врагом. Видясти вы старцев, почто не изымасти их. Се будет от них, на вас победа, да и на Москве всему граду будет ведома о них. Третья речь к Пономарю и Ринарху. Вот в этих рассмотренных случаях, как видно, преподобный Сергий Радонежский своей волей, поступками, словами, прямо воздействует на реальные обстоятельства и события. Он ведет себя при этом, как знающий, заботливый, строгий, предусмотрительный, требовательный хозяин и защитник. Потому и речи его стилистически просты, а по содержанию предельно конкретны и деловиты. В них совсем нет словесных прикрас, отвлеченности и притчевости, нет ни намека на какой-то сокровенный духовный смысл. Особенно показателен в этом отношении рассказ о явлении святого, болящему насильнику Троицкого монастыря. Явление произошло сразу после того, как преподобный Сергий чудесным образом отправил своих учеников Михея, Варфоломея и Наума доставить в голодающую Москву хлеб из монастырских запасов. И они, будучи, то есть Михей, Варфоломея и Наум, будучи замеченными осаждающими, тем не менее невредимо, как и подобает таинственным персонажам, миновали польско-литовскую стражу и выполнили данное им поручение. О чуде пошли разговоры в народе. Кто-то верил, кто-то нет. И вот однажды один немощный старец, лежа на постели в больнице, тоже засомневался. Сия же ему мыслящу, обратись к стене, и се слышит больницу ту, отворшуся и топот ног идущу. Он же не обратись опозретье, за ней же мног вход и исход больным тогда в келье той. И мнози бедний от мерзких чадь и ту же живущий. И слышит старец той, кличущий его, обратись и семя, да скажу тебе нечто. Старик же не обратись и к нему, и речи, скажи, братя, что есть? Не могу, уго, превратитесь, Веси и сам, якоболин есмь, той же пакерича к нему. Обратись, что ленишися? Старик же отрече, не хочу, вретитесь, поведай просто. Мняшебо, старец, якотая же келья и нектосе глаголит ему, тем же и не хотяших зреть и наня. И, примолчав, предстояя, начат поносить ему глаголя, что безумствующе старче, что непокорив еси, сели иночество ти, или несть у Бога милости, ежа подати здравия немощи твоей. Старик же, а поношение размышляши и в себе мысля, кто напраснствует ми, кого же ососкорбих. И восхоти обратитеся, и всею силую двигся, и се на ногу своею здрав вста. И позна чудотворца по образу, написанному на иконе, глаголу же ему великий чудотворец Сергий, что сумнишеся, истина послах учеников своих. И старец простцы и речи, и на чем послал еси государь наш? А, и на чем послал еси государь наш? Преподобный же отвеча, их же конюши, афанаси, ащеринь, скудости ради корма, трех слепых меринов, надолбанных вне монастыря, на тех посла. Поверь же всем осем, не толико мне гнусно, смрад блуда согрешающих мирян, и лико же инок, небрегущих своего обещания. И под стенами града обители мои я всех врагов, пришедших потреблю, нечисто же в обители сей, и двоемысленно живущих погублю, и сосквернившимися управлю. Данный рассказ об исцелении и вразумлении воспроизводит внешне совершенно обыденную бытовую сцену, ход которой развивается на основе абсурдности, нелепости положения. Больной отказывается смотреть на своего собеседника, принимая его за подобного себе и не желая причинить себе неудобства. Тот настойчиво требует от него обернуться и укоряет его в непослушание. Старец все-таки оборачивается, но не по благоговению пред своим визави, а по гордости, обидевшись на якобы несправедливые слова. И тогда получает исцеление, но не по молитве и глубокой вере, а просто так, как сюрприз. И поняв, кто перед ним стоит, совсем не удивляется. Более того, даже говорит с ним как-то по-свойски, чуть ли не за понебрата. И цель преподобного, явившегося в такой обстановке, оказывается простейшей. Разъяснить, как именно отправил он в Москву своих учеников, насколько ему противна монашеская неверность иноческим обетам, и что с нечестивыми и льстилыми насельниками он поступит так же, как с врагами монастыря. Святой, осуществив свое намерение, исчезает. Исцеленный же старец вместо религиозного воодушевления и молитвословия всю ночь с плачем раскаивается в собственной строптивости. Как можно видеть, и все другие рассказы о явлениях преподобного Сергия, помещенные Авраамием в сказания о Троицкой осаде, в общем построены так же, то есть как сообщения об обычных и привычных фактах, которые к тому же мало связаны с религиозными переживаниями, хотя и имеют в виду божественные вмешательства в дела людские. Для героев и свидетелей этих эпизодов характерный простой облик, простая поступь, простые речи. Вот таким образом Авраамий Палицын в своем произведении осмысливает роль, значение и молитвенные труды преподобного Сергия как заступника и защитника Троица-Сергового монастыря. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...